Бюджет на инициативные проекты Атомичей увеличили почти в два раза. Они позволяют выбрать территорию для благоустройства, которую выдвинули сами жители. В голосовании на сайте Госуслуг приняли участие больше 13 тысяч человек. Всего было одобрено 23 идеи. В Кировском административном округе две точки, в Октябрьском – семь, в Советском и Ленинском – по четыре, и еще шесть – в Центральном. Поддержать благоустройство финансами удалось благодаря грамотной работе с муниципальным долгом. Расходы на его обслуживание сократились на 100 миллионов рублей. Часть этих денег пойдет как раз на воплощение идей активных горожан. Добавились 50 до 95 миллионов рублей на наши инициативные именно предложения и проекты Амичей. Это действительно становится такой народной программой. Также принципиальная позиция «Единой России», чтобы все эти проекты были воплощены в этом году буквально. И мы постараемся их сделать. Программа, которая позволила уделять повышенное внимание идеям благоустройства от неравнодушных Амичей, заработала еще летом 2022 года. Тогда в Горсовете четко дали понять – это не разовая акция. И те, кто хочет привести в порядок территорию около своего дома или создать новое общественное пространство, получат такую возможность. Важно отметить, что сейчас особое внимание сосредоточено на комфортной жизни наших Амичей. А именно на благоустройстве территорий в шаговой доступности, что называется у дома. Поэтому хочется обратиться и к нашим жителям, чтобы благоустроенные площадки они оберегали и сохраняли. Стоит также отметить, в этом году дворы будут благоустраивать и в рамках программы инициативного бюджетирования, в которой Амичи смогут принять участие и в следующем году. По итогам голосования, заметным отрывом лидируют проекты от жителей Центрального, Кировского и Советского округов. К примеру, Амичи желают видеть новую спортивную площадку на стадионе «Взлет» – уютный сквер перед библиотечным центром «Дом семьи» на улице Химиков, 12,2. Также современную прогулочную зону на улице Ватутина, возле дома номер 29. В том числе здесь планируют установить мемориальные стенды с информацией о генерале, фамилию которого носит улица. Один из основных критериев конкурсного отбора – количество человек, которые смогут воспользоваться благоустроенной территорией и срок жизни проекта. Продолжение следует...